Как-то я схватил бесплатно Kingdom Classic, и теперь хочу понять, стоило ли оно своих денег. Привет, друзья! Продолжаем хватать бесплатные игры сегодня. Мы играем в игру, которую я давно видел, давно слышал, но так и не разбирался, что она из себя представляет. Поэтому сейчас мы вместе на это посмотрим. Ну, выглядит все стильненько, пиксельно и атмосферно. О, монеточки. Забавная анимация. А вниз, чтобы зажечь... Выбрасывать монетки, чтобы нанять. Купить лук. Ну и что? А, hold. Понял. Так, хорошо. Что дальше? Из них монетки вываливаются. Так, ну, купил я лук. Мы же не будем стрелять в оленей. Монетка. Превращаем бомжей в людей. А, и что? Туда нам нельзя. Это эти... Спарклы. Частицы. Они показывают нам, куда идти, что ли? А, купить молот. Моя монетка. А, о, как. Ты, типа, собираешь монетки, а потом... Отдаешь их мне. Строить стену. Так... Смотреть... Окей. Ммм. Ммм. Стройте, расширяйте, защищайте. Ага. Это мои молоты своим... Подопечным покупаем. Нои Луки. Видимо. да давай чувак беги забирай лук одеться так окей это типа такой tower defense можно вложиться в камень спасибо за монетки давайте вложимся в камень ночью у нас все прибегают это такое такое крепление с которого стрелять можно и чего ночью на нас нападают хотелось бы сюда тоже стенку поставить у вас нет монеточек ребят видимо нет но от кого defend пока не понятно хотел сказать но уже понятно а а все они все ну и что прибежал куснул и убежал ладно ночь заканчивается а у тебя отобрали оружие чувак так день 2 видимо нам показывает все можно вкладываться в любую кучу грязи не ли что ну давайте немножко исследуем это бродячий торговец которого тоже можно было бы вложиться но нельзя сундучок по ниточке а давайте сразу и вложимся в него почему бы нет и это типа наш теперь да давайте посмотрим чтобы если вложиться в кучу грязи а это в дерево моего метку на нем поставили какую-то окей а это мы пометили чтобы наши чуваки эти деревья срубили так из дерева падает монетка которая мы на чего потратили и это все что они дают странно это у нас хватит нет не хватит это водопад так ну давайте прежде чем вкладываться в водопад вложимся в собственную безопасность хоть как-то так костер зачем а он как окей ну вообще мне нравится как это сделано такое все простое все все за деньги капитализм победил в кого-то он там стреляет еще одна стенка можно построить видимо еще одно укрепление она это видимо благодаря тому что мы лагерь проапгрейдили теперь появилась еще куча так окей а ты-то нам что даешь чел так ну ночью наверное стоит подождать а можно кому-то помочь еще один покрошайка так они просто спавнится получается да так монет у нас больше нет начался третий день а ну пока что кроме того как отстраиваться расширяться я не понял что нужно делать вы че делаете тут уже вроде все построено так а в камень то вот да хотел сказать в камень мы не можем вложиться так хорошо давайте вложимся в камень увеличим защиту а и возможно с этой стороны то же самое сделаем нет тут почему-то не дает что странно ладно хватит на монеток вложиться в водопад нет опять одной не хватает окей а вот в эту грязь мы можем вложиться давайте еще в деревья вложимся правда я не знаю в чем смысл еще одну стенку я честно не понимаю пока что для чего я это все делаю но тут у игры самой стиль такой какой-то так к сожалению не только одна монетка так а это что о сюда надо вложить много монеток интересно этот мир зациклен как-то или нет так на монетке это хорошо нет сюда мне не надо я сомневаюсь что я могу дать как-то отпор этим чертям лошадь устает видимо так они за мной бегут и они крадут у меня монетки а класс я даже ничего не могу с этим сделать потому что лошадь не хочет бежать я вообще хотел вложиться в эту штуку но меня ограбили так ну давай вложимся в бомжа так мы дошли до нашей базы здесь снова просит денег у нас так черти все таки приходят и за то что наши ребята их убивают они дропают деньги так ну я думаю чем больше людей тем лучше и можно вложиться опять в луке и в молотки молотки я так понимаю нужны чтобы чинить а ну а луки чтобы атаковать так четвертый день давайте еще раз лагерь апгрейдим стены на заднем фоне появились окей давайте вложимся в камень нет не хватает мне хочется пробежаться еще раз до этого толчка и вложить в него денег но проблема в том что вкладывать нечего пока что видимо мы можем апгрейдить лагерь только один раз в день а и да я еще хотел вложиться же в этот о спасибо а в водопад да что он делает место хватило что то здесь построит явно а думаю зачем вы кроликов стреляете это потому что они тоже дропают монетки это интересный концепт что он так это что такое что все завязано на каком-то одном ресурсе я так понимаю что это нам тоже должно как-то деньги приносить так ты тебе опять нужно 4 монетки на co2 а я правда так и не понял что этот чувак нам дает может быть можно это посмотреть где-то тут где-то он может быть здесь гуляет вот ну вроде нет а почему вы только одну сторону охраняете потому что я вас с этой стороны нашел типа чтобы вы с этой стороны были нужен кто-то с этой стороны так тут еще один водопад не знаю можно ли у него вложиться но видимо расширять владение тут можно очень сильно нас там грабить опять бегут чувак осторожно там грабят тут полно кроликов на которых можно было бы поохотиться но че-то вот чувак стоит с луком и не хочет или хочет а он хочет атаковать этих кинтов а монетки дропать не хочет а давайте мы здесь укрепление поставим все-таки чтобы он там все-таки защищенно как-то себе чувствовал так здесь не хватает ну я вообще на самом деле без понятия по какому алгоритму тут развиваться но меня это все заинтриговало я думаю я еще поиграю в это дело так пятый день ну давайте недельку здесь проведем условно и закончим давайте задонатим чувакам так а у меня больше нет денег куда они делись сори чувак сегодня без донатов так а ты а это тот чувак видимо как раз которого мы заплатили и он дает покупать косы а косы я чисто мое предположение это как-то связано с с колосками которые я там видел ну давайте смотрим кто-то сейчас возьмет эту косу наверняка и вот это я так понимаю можно будет как-то вычистить использовать наверное укрепление можно еще укрепить костер можно еще раз кострить брать были бы деньги а что-то никто косу не хочет брать чем может ты возьмешь косу побежал побежал взял косу только не особо понятно она все-таки для атаки или для для чего-то другого а ты молодец фармишь монетки только так так а вы здесь что построили давайте стену укрепим то мы ни одну стенку так не укрепили как это вообще выглядит бам ну выглядит понадежнее ну давайте вложимся в деревья не знаю может быть когда я тут деревья мы не можем использовать вещи которые здесь находятся или что-то такое ну по крайней мере они нам возвращают то что мы в них вложили но как-то не больше ну чувак беги надо защищаться а нет покрали нашего чувака нет ну вы по нему попадете нормально они убили этого зайца который монетки он дропнул забавно что вот они ну не умирают не теряют здоровье а именно дропают монетку которая делала их людьми как бы и становятся бедными и неинтересными врагам так ачивка за то что мы прошли пятый день ну я все еще не понимаю особо что я делаю видимо наша цель это просто постоянно расширяться наверное мы тут это будем крепость свою строить ну не зря же игра называется kingdom и надеюсь то что мы апгрейдим это дело это нам больше денег приносит со временем не уверен но искренне надеюсь так ребят мне нет денег какая-то вечная проблема на что-то они постоянно уходят и ниоткуда особо не приходят ну вот я не понимаю почему некоторые кролики бегают просто так и и ничего это никто им не делает а каких-то убивают а вот ты пришел вот сюда и и что тут делаешь что-то ты тут вообще делаешь сток сена намекает если это сток сена намекает на какую-то на какой-то скот но это и вот нас атакует а это так а этот чувак типа охотник видимо у каждого просто есть какая-то свою роль заранее заданная и И из-за того, что он охотник, так, а ты вообще без всего ходишь. Давайте... Тебя можно сделать лучником, например? А вот его можно сделать лучником. А если я еще один лук сделаю, ты за ним побежишь. Хорошо. Просто я не понимаю, инструмент определяет класс или класс ранее определенный, нам нужно подбирать инструменты под них. Так, на любом случае давайте задонатим этим ребятам. И дадим им молот, например. Мне не хватит на молот. А где сундук, с которого я деньги забирал? Ты куда бежишь? Фига вас. Чего вас так много-то? А реально дофига. А-а-а! Так, что-то все пошло не очень. Так, а здесь что это? Интересно, за стрелочки? Может, шорткаты какие-то? Так. Ну что там? Все нам разрушили. По крайней мере, бы окрали много кого. И нам бы все это восстановить желательно. А, ну, видимо, сундук появляется, когда в нем есть, что нам дать. Так, ну, давайте пойдем задонатим. Давайте лук сделаем. Давайте, может, молот сделаем. Пойдем выдадим монетки тем, кого обделили. Тебе, например. Ага. Ты ему задонатил, тут что-то выросло. Это связанных? Вообще, стоит в стенки вложиться. Ну и что? Почему? Так. Снова у нас нет денег. Ну, я что-то пока что не понимаю, как с какой-то регулярностью фармить деньги. Пока что... Ну вот, кроме того, что они здесь в сундуке появляются, но их здесь не очень много появляется. Так. Ну... Чем больше народу, тем лучше. И вот в эту сторону мы не особо расширяться. Расширяться можем, я так понимаю. Или можем. Просто мы пока что в основном растем влево. Так, ну, на самом деле я... Я бы хотел вложиться, наверное, в эти молотки. Хотя... Не уверен, что это правильное решение. Ага. А ты откуда деньги взял? О-о-о-о. Вот это я понимаю. Так. У нас полно денег. Не хочется их растерять. Да, я сказал, мы 7 дней проживем и закончим, но... Я хочу дойти до того туалета. Меня он очень сильно заинтриговал. И вложить в него деньги. Посмотрите, что будет. Так что давайте промотаем на день, если ночью ничего не случится. Так, день восьмой. О, деньги, деньги, деньги. Ну, надеюсь, нас не ограбят. Бедный кролик. Лизавец. Интересно, есть вообще предел того, сколько денег мы можем с собой брать? Ребята, я вам задоначу на обратном пути. Не переживайте. Мне нужно задонатить в туалет. Туалет улучшился. И что? Теперь вместо деревянного туалет у нас каменный. Ладно. Ну, давайте задонатим ребятам. Этот торговец, видимо, начнет нам что-то еще продавать. Блин, мне реально вот нравится, как это все сделано. Меня немножко смущает тот факт, что я ничего не понимаю. Но я думаю, это поправимая вещь. Мне даже интересно разобраться. Давайте посмотрим, что эта стрелка делает. Давайте, давайте. Стучим молоточками. Мне еще интересно, где-нибудь можно посмотреть? статистику того, сколько у нас кого. О, требушет! Или катапульта. Я не разбираюсь. Но мы все деньги на это потратили. Это, видимо, катапульта вправо, а это влево. Или я не знаю. Так, открылась тут какая-то лавка еще. Ребят, мне нечего вам дать. Так, можно еще раз апгрейдить наш лагерь. Медленно-медленно тащим катапульту. Интересно, этот указатель вообще что-то значит. Ну что, может, сразу требушет себя во всей красе покажет? Видимо, не покажет. стенка тут нужна, денег у меня нет. Вообще, нас много кто без инструментов гоняет, так что надо бы в инструменты вложиться. И я бы взял парочку лучников и парочку молотчиков. Так, день девятый. Что-то мы засиделись. Ну ладно, давайте я всех обеспечу этими инструментами. О, пришел наконец-то чувак. И что? что-то он нам принес и пошел обратно. Не особо я понял прикол. Ладно, я думаю, этого достаточно, чтобы сделать какие-то выводы об игре, потому что мне она понравилась. И за бесплатно так уж точно стоит в нее поиграть, но я бы ее на самом деле даже купил, если она никаких-то заоблачных денег стоит, в чем я сомневаюсь. Вот, потому что мне нравится, как оно все сделано, как оно выглядит. вот сама задумка с тем, что все завязано на монетках, и я вообще люблю, когда есть вот такая какая-то перманентная прогрессия, постоянно что-то ты развиваешь, как ты гриндишь, хотя сейчас у этого слова такой негативный окрас обычно, но я вот такое люблю. Вот, и эта игра это дает, совершенно точно, и я в нее явно еще вернусь, поиграю, попробую разобраться, вот, может быть, что-то даже еще посмотрю, так что от меня рекомендация. Можете написать, как она вам, если вы в нее играли, и у вас есть какие-то советы, я с удовольствием их почитаю, пишите, и если вам понравилось это видео, можете поставить ему лайк, мне будет приятно, а пока живите дружно, не болейте, и до скорого.